Крису Хэтфилду было 9 лет, когда он увидел в прямом эфире первые шаги Нила Армстронга по Луне и решил стать астронавтом. О том, что ему пришлось преодолеть на пути к своей мечте, он написал в автобиографии руководство астронавта по жизни на Земле. Именно о ней нам расскажет педагог-организатор Центра внешкольной работы Анна Петрунина. Когда я впервые взяла эту книгу в свои руки, я совершенно не знала о том, кто такой Крис Хэтфилд. Однако меня заинтересовало в первую очередь само название «Руководство астронавта по жизни на Земле». Это книга о целеустремленности в первую очередь, потому что когда человек, не имея возможности быть астронавтом, им становится. И как он говорит о том, что астронавтом, мне не предначертано было стать астронавтом. Астронавтом я сделал себя сам. И он рассказывает, как он упорно трудился ради своей мечты. И он добился своей цели, он стал астронавтом, он полетел в космос, он стал первым канадцем, который побывал… Он стал первым и единственным канадцем, который побывал на станции «Мир» и стал первым канадцем, который вышел в открытый космос. Кроме того, он сыграл очень большую роль в популяризации космоса не только в Канаде, но и во всем мире. Поскольку, будучи в своей третьей космической экспедиции, самой длительной, поскольку она была уже на МКС, он начал записывать небольшие ролики о том, как устроена МКС, как они работают, как устроены отсеки русские, американские и так далее. Кроме того, он является автором первого видеоклипа, записанного на МКС. И это песня «Space Oddity» на кавер на известную песню Дэвида Боуи. И он рассказывает о том, как они готовились к этой записи, что их сам Дэвид Боуи благословил на запись этого клипа. И они поменяли несколько слов. Если вы прислушаетесь, то в этой песне, которую он поет, упоминается «Союз», например, и МКС. Эта книга одна из моих любимых, потому что Крис Хэтвилд пишет о космосе достаточно просто, достаточно понятно. Но при этом она пропитана такой любовью к своей работе, что ты читаешь, ты понимаешь, насколько человек действительно хотел быть космонавтом, насколько он любил это дело, насколько он обращал внимание на каждую мелочь. И говорил о том, что как раз-таки в этой работе мелочей не бывает, что вы должны быть постоянно сконцентрированы, вы должны быть замотивированы на достижение цели. И эта книга действительно отлично мотивирует, потому что, читая ее, ты понимаешь, что человек преодолевал такие трудности для того, чтобы осуществить свою мечту. И тебя это действительно заряжает каким-то позитивом. Раз он смог сделать невозможное возможным, раз он смог сделать шаг из маленького круглого люка шаттла в своем большом квадратном скафандре в открытый космос, и он говорит о том, что вся его жизнь, весь его жизненный путь напоминал вот этот выход из круглого люка в большом скафандре, потому что ему было очень сложно преодолевать все эти трудности. И ты читаешь это, и тебя это действительно мотивирует на достижение своих целей. Он в последней главе своей книги рассказывает о том, как важно правильно уйти из профессии. То есть для него это была мечта всей его жизни. И когда ты понимаешь, что все, твоя последняя экспедиция закончена, а что же делать дальше? И он пишет о том, что нужно понимать, что на этом жизнь не заканчивается. У тебя еще столько всего интересного на этой земле, потому что жизнь, она одна, и она настолько удивительная. Она удивительна не только в космосе. Он говорит о том, что между второй и третьей экспедицией у него был перерыв 11 лет. Он говорит, что все эти 11 лет, да, я упорно работал, чтобы еще раз полететь в космос, но при этом я любил свою жизнь, я любил проводить время с семьей, я любил играть на гитаре, я любил заниматься своим садом, я любил строить пристань около своего дома. И он говорит о том, что это тоже важные вещи. Он продолжал любить жизнь вне космоса. Квадратный астронавт, круглый люк. В этом история всей моей жизни. Вечное стремление разгадать, как добраться туда, куда я хочу, когда войти через дверь невозможно. На бумаге моя карьера кажется предопределенной. Инженер, летчик-истребитель, летчик-испытатель, астронавт. Типичный путь для любого, кто встал на эти профессиональные рельсы. Прямые, как линейка. Но в жизни все не так, как на бумаге. В жизни случались резкие повороты и тупики. Мне не была предначерплена судьба астронавта. Астронавтом я должен был сделать себя сам. Крис Хэтвилд, руководство астронавта по жизни на Земле. Рекомендую. Рекомендую.